Александр Машлачёв, «На случай в Сибири». Я был совсем ещё юнцом, когда услышал Сашу. Я жил тогда уже с отцом, иду его постарше. А дождь давил в стекло плечом и рвал тихонько душу. Вот этот Саша Машлачёв, возьми, включи, послушай. И на пластинке зазвучал поэт с заглавной буквы. Я слушал тихо и молчал от слов, от горькой клюквы. И Саша пел душой звеня, а я ведь тоже Саша. Кормила небо и меня, из бака манной каши. И осень сыпала листы, мне под ноги без спроса. И мне хотелось быть на «ты» с дешёвой папиросой. Я был в смятении, страдал и маялся от скутей. Никто руки мне не подал, он взял меня на руки. И я тонул в его реке, стихи латали душу. В парном домашнем молоке он пел на русском языке, А я на русском слушаю. С тех пор неправды не терплю, такая вот побочка. И по ночам порой не сплю, кропаю я стишочки. Он пел, как жил, а жил, как пел, про снег и про берёзок. Он по-другому не умел, и я его стихи, как мел, Лизал, глотая слёзы. Я его песней только жил, и не попался в яму. В ту пору папа крепко пил, жила отдельно мама. Я плакал редко, каждый день, а иногда и реже. И даже где-то в глубине я слышал тихий скрежет. Внутри трещало и ползло, и уставало злиться. Я хотел отцу назло напиться и забыться. Но песен этих ногота мне не дала сорваться. Я начал жить внутри листа и среди строчек драться. Из глубины через бока стучала правда с кровью. И я в стакане молока мешал её с любовью. И жадно пил, ища себя и набираясь силы. Ведь потому что не любя, ведь потому что не любя не будет встречи с милой. Пускай нас гонят, как телят, и в нос вдевают кольца. Пробьёмся мы, ростки ребят, пока у нас в душе звенят, пока у нас внутри звенят сажбаши колокольцы. Спасибо. Спасибо.